Привет, это снова я. У меня в руках фонарик Ультрафайр Е17, модель. На корпусе написано XML-T6, это название светодиода, который используется в этом фонарике. Итак, пару слов об этом фонаре. Фонарь имеет 5 режимов, сильный, средний, слабый, стробоскоп и SOS. Это стандартные ныне режимы, используемые в фонарях такой модификации. Регулировка фокуса производится выдвижением головной части фонаря вперед и обратно, соответственно. И сразу же хочется сказать о недостатке. То есть, при выдвижении чувствуется этот люфт, то есть, головная часть фонаря не плотно зафиксирована. И это уже не очень хорошо. Раз я уже заговорил о недостатках, хочется сказать и еще о том, что я прочитал пару отзывов в интернете, что вот эта кнопка силиконовая, она может провалиться, порваться. То есть, с этим есть проблемы. Но эти проблемы, они меркнут после того, когда включается фонарь. Он светит очень ярко, светодиод яркий. И фонарь выполняет свои функции на 100%. То есть, в реальном обзоре, на, скажем так, в реальных условиях, в темное время суток, вы можете посмотреть этот обзор, перейдя по ссылке на экране. То есть, он показывает очень даже неплохой результат. То есть, как и на ближнее расстояние, как так и на дальность. Особенно на дальность, он очень далеко светит. То есть, 200 метров видно его луч на расстоянии 200 метров. Так, о питании. Вот, он питается от трех пальчиковых маленьких батареек, типа 3А. Мы сразу их отлаживаем, потому что можно купить дополнительную батарею Ultra Fire или другого производителя, но неважно. То есть, вот такого формата, она вставляется вот в такую вот, через такую втулку. И тут мы сразу же видим еще один недостаток. Это втулка внутри болтается. То есть, чтобы избавиться от этого звука, скорее всего придется либо что-то подматывать, либо выдумывать что-то другое. Но это неправильно, когда так болтается втулка. В заключение хочется сказать об этом фонаре то, что, несмотря на свою стоимость, это порядка около 10 долларов в китайских интернет-магазинах. Он очень даже хорошо выполняет свои функции. Несмотря на незначительные недостатки, это довольно-таки неплохой фонарь. Смотрите сравнительный обзор этого фонаря с фонариком Tank 007 737. И повторюсь еще раз, испытание в темное время суток. Переходите по ссылке. Посмотрите, как он светит в реальных условиях. Спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео. Продолжение следует...